В эфире «Наше время» в студии Василий Морозов. Здравствуйте! Госзаказ в условиях кризиса часто оказывается одним из источников большого и постоянного дохода для бизнеса. Однако зачастую случается так, что до малого и среднего бизнеса госконтракты просто не доходят. Так вот об этом и других проблемах в отрасли поговорим с Еленой Таримовой, генеральным директором группы компаний «Центр государственного заказа». Леонид Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте, Василий! Сначала определиться хочется со следующим. Многие говорят, что государственные и муниципальные закупки – это сфера довольно-таки высококоррупциогенная, что называется. Согласны ли Вы с одной стороны с этим утверждением? И если да, то на каком этапе случается коррупция? На объявление заказа, оценивание или на выборе поставщика? Ну, сказать, что там высокая коррупциогенность, ну, это лучше не говорить об этом, это уже настолько на слуху. Реально коррупция снижена, и значительно снижена. На уровне размещения заказов, на уровне исполнения заказов, потому что наконец-то начали контролировать. Но при размещении заказов, наверное, стадия создания технических заданий, при выборе поставщика и определении вообще, какая форма будет, есть определенные моменты. И вот об этих моментах бы хотелось поговорить. И сейчас, слава Богу, обратили внимание все-таки на выполнение контрактов. И помимо экономии денег, есть еще понятие сервиса закупки, да, есть понятие качества поставляемого или выполняемых работ, или поставляемых товаров. И поэтому вот недавняя встреча с Путиным, вообще Российского народного фронта, она целиком была именно этому посвящена. Что деньги выделяются, они размещаются. Ну, как они воплощаются, как они работают, большой вопрос. Поэтому я бы хотела, чтобы вот наша сегодняшняя передача, она была посвящена одному человеку, памяти человека, который совместно, мы, несколько человек, разрабатывали в течение полутора лет концепцию общественного контроля в государственных закупках. Это профессор, доктор экономических наук, кто создавал эту саму концепцию, это Галина Васильевна Дерба. Очень жаль, что ее нет уже с нами. Она бы, конечно, более интересна была даже для вашей передачи. Николай Николаевич, общественный контроль, что имеется в виду? Вот есть Российский народный фронт, движение за честные закупки и прочее. Это вот, как это сказать, единый все-таки фронт, или действительно это разные, скажем так, структуры? Это единый фронт, это как раз основной общественный контроль, который работает в данный момент Российской Федерации. Мы составляем специализированные организации и специалисты по государственным закупкам в области госзакупок, там, где работает, да, общественный народный фронт. Вот, как раз, наверное, составляем вот эту элиту, которая понимает, о чем идет речь. Дело в том, что государственные закупки нельзя приглашать по контролю дилетантов. Это то же самое, что пригласить на сложную хирургическую операцию просто каких-то посетителей, которые будут потом оценивать, правильно сделал хирургскую операцию или нет. Конечно. То есть этим заниматься должны именно люди, профессионалы в своей области. Вот Алтайская Краевая Общественная Организация по контролю за госзакупкой, которую мы зарегистрировали весной для того, чтобы воплотить именно концепцию общественного контроля в Алтайском крае, это один из элементов этой концепции, она является в том числе членом Российского народного фронта и членом опоры России. Лена Николаевна, если смотреть про то, о чем говорит Народный фронт, как правило, они критикуют государственные органы за то, что, условно говоря, сельская администрация заказывает себе крутой внедорожник за 1 миллион. Так на каком этапе происходит то, что нужно регулировать? В принципе, это все происходит на принятии решения о закупке, то есть на формировании бюджета, на этапе формирования бюджета. И поэтому это лучше исполнительная власть обратить региональное на это дело внимание, вот и все. А не на размещении. На размещении, да, они объявят вещи, все. Они закупят то, что они хотят. А общественный контроль, он может быть эффективным, действительно? Все-таки это же не юридическая сила. Это единственный сейчас механизм действительно эффективного контроля. Вы посмотрите, сколько, в принципе, господин Бринчалов это озвучил, 156 миллиардов рублей сэкономлено. Это баснословные деньги, это фактически 3 бюджета Алтайского края, почти, ну 2 точно бюджета Алтайского края годовых. Поэтому это очень большие деньги. И создав вот Алтайскую краевую общественную организацию по контролю за год закупками, да, мы как раз и создали тот элемент, куда предприниматели могут обращаться. Потому что сайт за честные закупки, ну это очень далеко. Представителей есть в Алтайском крае, но их очень мало. И мало кто знает вообще, кто это. Так как мы достаточно старейшая организация Российской Федерации, нам 13 лет будет в январе. И на базе Центра госзаказа была создана еще часть элементов, да, вот концепция общественного контроля. И наши адреса, и все наши контакты, известные всему Алтайскому краю, нас очень элементарно найти. Поэтому мы здесь в шаговой доступности и готовы помочь в любых абсолютно проблемах, которые возникают у предпринимателей. Неважно какого бизнеса, малый, средний, крупный бизнес. Именно на этом рынке государственных заказов. Если госзакупки это более-менее централизованная система, то с муниципальными как дело обстоит? Все-таки не до каждой условной верхсуетки можно дотянуться и что-то там повлияет? Ну, хотелось бы вообще это отдельно передачу посвятить по поводу централизации госзакупок. Госзаказчика обязывают разместить свои закупки в пяти созданных государственных уполномоченных органах. Это Центр госзаказа, Центр госзаказа в области здравоохранения, Центр госзаказа в области народного образования, сейчас еще один создан, Центр подрядных торгов. Причем количество чиновников на этой теме просто оно растет в геометрической прогрессии. Мало того, что есть уполномоченные органы, но каждый заказчик, даже детский садик, там номер пять, солнышко, и то должен иметь контрактного управляющего, который создат документы, передаст уполномоченный. Уполномоченный это разместит на сайтах закупки ГОВ, и на этом функционал исчерпывается. Елена Николаевна, если теперь говорить про 2016 год, можно подводить к следующей итоги, но хотелось бы все-таки спрогнозировать именно, как у нас будет развиваться система государственных и муниципальных закупок в этом году, и главное, рынок, он сузится, расширится. Чего бизнесу-то ждать и нам с вами? Я стратегический менеджер, и поэтому я точно знаю прогнозы на 2016 год. Все 13 лет работаю в Алтайском крае на госзакупках, я всегда говорила всем, есть определенные экономические просчеты даже. Любой бизнес, малый, средний, крупный, но если он имеет в своем активе от 30 до 57% сбытов государственных заказов, он всегда при любых рисках рыночной экономики, переходного периода в России, он всегда будет устойчив. Поэтому государственный рынок заказов, он расширен, он баснословно расширяется в 2016 году. Если говорить в целом по России, конечно, вы слышали о проектах Крыма, о проектах Владивостока, но в том числе и коснется Алтайского края. У нас очень серьезные программы работают по импортозамещению и так далее. Поэтому я всем рекомендую абсолютно пересмотреть свою стратегию. Не важно, занимаетесь вы хоть сувенирной продукцией, хоть что, государство закупает все. И на этом рынке можно найти, даже вашу компанию уговаривал, давайте рассмотрим все-таки участие в государственных закупках. На этом рынке нишу можно найти свою всегда. Просто надо знать, как он работает, этот рынок. Тут нужны специалисты действительно высокого класса. Как ни странно, мы подошли к такому моменту, что предпринимателям надо иметь более продвинутых специалистов по госзакупкам, чем государственным структурам. Знать, как он работает, знать, к кому обратиться, я так понимаю. Все вопросы можно решить с помощью общественного контроля. Я говорю, мы в шаговой доступности. Обращайтесь к нам, мы поможем в любых проблемах. Если вы считаете, что неправомощно отклонили, вы считаете, что неправомощно с вами не рассчитывается государственный заказчик, точно так же, как и госзаказчики обращаются к нам, потому что бросили объект, ушли с объекта незаконченной, или поставка некачественной продукции идет. Все вопросы можно решить. И можно решить миром, не устраивая митингов, и не делая какого-то монстра из самого слова государственные закупки. Елена Николаевна, спасибо, что пришли сегодня к нам. Я думаю, еще не раз встретимся, в том числе и обсудим, как оно будет в 2016 году. Напоминаю о госзакупках и проблемах с ними связанных. Мы говорили с Еленой Таримовой, генеральным директором группы компаний «Центр государственного заказа». Это было наше время. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин